11,5 тысяч голов домашней птицы погибли в Североказахстанской области. Причина смерти – птичий грипп. Атаковал он и одну из птицефабрик региона. На Бишкульской по официальным данным полегли свыше 40 тысяч голов. Напомню, первые данные о падеже дикой птицы от опасного гриппа появились 9 сентября. 14 сообщили о гибелях на домашних подворьях. Как защищают тех, кто не заразился, хватит ли вакцины и каким образом птичий грипп оказался в нашей области. Расскажем далее. Ущерб сейчас подсчитывают жители 47 сел 5 областей Казахстана. На личных подворьях от птичьего гриппа погибли почти 13 тысяч голов. 11,5 тысяч из них в нашей области. Штаммы сейчас исследуют, но уже известно, тип вируса такой же, как в приграничных регионах России. Напомню, из-за бушующего там птичьего гриппа 4 августа наша страна вела ограничения на ввоз живой птицы и ее продукции. Скорее всего, вирус в Североказахстанскую область принесли дикие птицы, которые мигрировали на юг. Через водоемы заразились домашние куры, утки, гуси. С 19 сентября на карантин закрыли 11 населенных пунктов 7 районов области. В данных населенных пунктах с сегодняшнего дня начал работать республиканский противоэпизотический отряд. Начата установка дезинфекционных барьеров, заправка их. Сегодня выйдет постановление государственных ветеранов и санитарных инспекторов районов о изъятии и уничтожении больной павшей птицы. Сейчас готовится постановление Акимата области об установлении еще на 6 населенных пунктов карантина. Каждому владельцу павшей птицы на личный счет упадет компенсация. Она зависит от средней рыночной стоимости птицы в регионе. Всего казахстанцам, чьи подворья пострадали, выделили 390 миллионов тенге. Забрался птичий грипп и в Бишкульскую птицефабрику. За три дня там полегли около 41 тысячи голов. Но в некоторых СМИ есть данные о 180 тысячах погибших на птицефабрике несушек. И это только за сутки. 180 тысяч голов официально нами не подтверждены. Значит, они ветеринарную службу в известность не ставили. Мы отчет ведем с 19 сентября, с момента, когда мы посетили птицефабрику. А с 10-го они скрывали то, что они сейчас заезжают? Здесь это на их совести. Тушки павших кур сейчас утилизируют, а именно сжигают. Остальные пять крупных птицефабрик о случаях заболевания не сообщают, говорят в управлении ветеринарии. Тем временем в 20-километровой зоне от очагов заражения начали вакцинацию. Отмечу, с начала года защиту от вируса получили около 2 миллионов голов домашней птицы. Всего же на частных подворьях региона их 2 миллиона 600 тысяч. Как только поступила информация о опасности распространения птичьего гриппа в Северо-Казахстанской области было выделено еще 873 тысячи доз, что позволяет еще дополнительно провокрицинировать 3 миллиона голов. Таким образом, комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства было выдано достаточное количество ветеринарных препаратов для проведения своевременной вакцинации на частных подворьях. Напомню, птичий грипп не передается от человека человеком. Заразиться можно при контакте с живой или мертвой заболевшей птицей. Продукция безопасна после термической обработки.